привет друзья с вами антиквар и мы продолжаем проходить сценарий в третьих героях приложение рок бездны предлагаю вспомнить что у нас все таки рок бездны и вернуться в замку причал сыграть за пиратов как я обещал в прошлый раз я вам покажу героя и овация навигатора который соответствует магическому классу в этом городе у него необычный клоун да видите что его специально запинание клон и он интересен отличается от того что делают могут сделать другие маги так хорошо прошлый раз играл за джей но выбираем овация выбираем деньги 200 процентов не обсуждается миссия то в чем особенность карта ну во первых она добавлена как раз приложение форму и без а карты из этого приложения отличаются большей сложностью чем сценарии из более ранних версий игры они более контактные как правило больше ресурсов больше артефактов посмотрим соответствует ли только вот этим описанием моим вот ну что дороги чистые и безопасные но лишь тот кто осмелится свернуть темную часть обретет богатство и могущество я чувствую все силы чтобы обрести богатство и могущество поехали народы гибнут земель живут в постоянном страте стоит свернуть широкой дороге в лесную чащу и можно уже не вернуться каждый день в болотах пропадают по несколько человек решившихся на переход кто-то говорит что это злобный дух похищает людей кто-то обвиняет если лесных дверей но никто не знает правды как вам настало время что-то менять пора разрешить разногласия с тремя другими лордами властвующими над этими гиблыми топлив но метод переговоров зашел в тупик ни один из ваших дипломатов не вернулся также никто и не посетил вас от других лордов быть может изглубил злой дух на середине пути а может статься другие правители уже ведут армии через чаще чтобы внезапно нанести удар в таком случае необходимо опередить как много текста в начале не будем забывать русский язык как будто нам говорят и наши оппоненты решили взять некрополис и два замка очень мило два замка я считаю замок самым сильным самым имбовым городом третий герой поэтому выбор оппонентов такой серьезный и у нас плюс еще есть андал навигатор специализацией один кристалл давайте его наймем обратите внимание что в городе ничего не построено кроме порта и таверны спасибо за то что эти здания построены могло быть хуже так давайте расставим наши войска и начнем отжимать руднички ресурса да так ну и на очереди троту троглодит и охотники единственная взять деньги чтобы на первый же день что-то построить хотите вступить в бой нет ничего интересного в этом бою не будет если оппонент предлагает его не проводить я не так что троим давайте водопад мы на самом деле без разницы сначала рынок или водопад мы нужно и то и то знаете мне похоже там никто не хочет со мной драться не будем терять время тогда на этих боях что я хотел сказать мне в прошлые наши игры понравился агрессивный стиль сразу нападаешь на оппонента не знаю насколько у меня получится его сейчас реализовать давайте попробуем одно дело постараться быстро вывести оппоненты с игры другое дело затягивать с этим так и у нас есть море что характерно а это значит что нам нужно лодка вот эти яркие пласты и человек в волнах покачивается давайте смотреть сможем ли мы пробиться морским простором нанимаем не строим кузницу переизбыток у нас кристаллов да на карте взяли и он дал нам выдают так на самом деле нам нужно туда пробиться к камушкам они нам тоже нужно как-то я бегу мимо давайте мы чуть-чуть изменим курс вот волки уже наездники на локтах уже хотят что ожидаемо а 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 25 ним я потерял потому что забыл о не забыл а не подумал просто да не посчитал насколько далеко будут бежать наши оппоненты ну ладно как говорится в следующий раз будем считать и думать я уже был зачем второй раз непонятно так и что мы строим гильдию мага матросы принять удовольствие вот уж так и вот у нас корабль андал ты назначаешься нашим штатным и андала отправим за ресурсами так а сами мы так агрессивность агрессивностью но прежде чем куда-то идти нужно ударами сейчас у меня явно армии недостаточно очень неплохо ко мне присоединились матросы но давайте мы отправимся к врагу хотя бы в начале следующей недели да попробуем так все подгадать так очень жаль что пригодную его построить судя по всему строим хижину матросов 6 день для одно дерево у нас так и здесь что мы можем построить гнину кстати как нанимать будет на что вопрос вопрос так сейчас я подумаю давайте мы возьмем вот этот ключок тут вот прям тема опа и лодочка здесь есть уже готова это дерево у меня на корабль не было побежал да ладно так ну давайте в любом случае построим гнидос оппонент оказался на сибири так романский замок деревня но тут конечно очень неплохая охрана такая так здесь мы берем Даргима вот так и да 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 и берем Духов океана и вот с этой армией я думаю что уже имеет смысл идти и пытаться что-то сделать вот таким образом мы расстаемся так Даргима еще возьмет на следующий день нам их передаст мы пока идем кентаврам давайте подеремся ух ты величина 8 9 чуть-чуть чуть-чуть 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 13 13 12 11 12 13 14 14 14 14 14 14 15 15 18 15 а у нас нету оборонительных сооружений опа как схема смотрите артефакт когда ожерелье морского пути нашему плавцу будет более эффективен в вопросах судоходства так 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 проблема в чем проблема в том что у нас нету оборонительных сооружений и оставить здесь то уже дорогим на хозяйстве мы пока не не заходим давайте построим муниципалитет отстроим укрепление и будем все-таки стараться в этот момент начинать куда-то двигаться так опа вот это у нас андал разогнался к сожалению так себе так ну давайте день еще ждем не ждем ждем наверно это не очень правильно голем и 10 19 давайте без чего принять а вот я кстати их и приму знаете зачем я их оставлю в замке я их выбивать оттуда я вам скажу удовольствие ниже среднего когда замок еще будет укрепление особенно в начальных этапах игры так вот то что оппонент построил корабль и мы не нашли ничего в них в кундуках это прямо прямо обидно и первое и второе обстоятельство ну это рандом что поделать это рандом ладно берем артефакты ну и строим муниципалитета чуть нам не хватает на этом сейчас как раз решим у нас по кристаллам никакой нехватки нет поэтому мы меняем и так им тем да да тут плывешь давайте мы достанем быть поближе стараемся его плыть пользуясь нашим нашей склонности доходку навигации на 1 портал так ну ладно это уж тоже как есть да как есть так перчатки всадника и колечко и то и то нам важно и то и то зайдет прямо скажем так 2000 на следующий день строим так знаете что на этот день строим пиратов на следующей стаде так одарге мы отправляем на север разведать подходы замку подступа такси не решил нам не будет но не удивительно на самом деле что оппонента так же как и я решили что тут удивляться что день так строим цитадель ну и давайте наверно так голема до 2049 вот у нас стрелков и армия тратить тут не хочется но по пустякам голема в замок ставим как мы и думали асиды асиды долетают так угромаги да нам быть тележку с боеприпасами да так шестой день и шестой день так красно тут давайте 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 унесем артефакт для начала обеспечим себя несколько лучших удач так и тут нам надо построить какие-то войска или не надо или все-таки скупить тех что есть идти оборонить и идти в атаку да прям вот дилемма ладно давайте я наверное так и сделаю очень уж не хочется пойти пощупать врагу за мягкие места пытаться прихватить здесь мы несем все путешествие андала закончилось к сожалению так кто у нас от героев пришел завтра у нас новая неделя завтра будет пополнение да да хочу так же у нас андал да будет ага так возможно я и зря это сделал да не увижу кто у нас новенький так ладно значит даргем будет принимать на себя все тяготы и лишения вот таким образом так и нам замок нужен и нам же нужен замок куда это мы без замка собрались интересно знать так очень интересно знать здесь 19 вампиров лордах давайте-ка я попробую их убить покажу вам клона в конце концов как он работает да будет эуакция как видите он вместо одной да фигуры существа на которые вы применяете магию делает две ну и живут они и понятно по количеству магии но у нас еще есть скалечек которые продлевают на два хода поэтому на четыре хода эти фигуры должны жить так ну и что и надо как-то нам отгородиться от мира вот таким образом давайте действовать прекрасно оппонент среагировал на нашу нимху и это дает нам возможность спокойно его расстрелить так продвигаем интеллект потому как магия мне прям вот необходима так неплохо неплохо и купим на замок тут у нас какие уже никаких вариантов так агенты там в море сейчас могут схлестнуться и вот так и кстати его поправу да у нас есть кераса чешучатый доспех выселивки это плюс три ксель магии а в дарге мать к ребра плюс два поэтому тут мы ничего не нужно менять так вампиры обычные давайте тоже накажем так я соглашусь да со сходом боя думаю что вы мне это простить потому как ничего там необычно примечательного ну не было в этом бою много вампиров у нас порядочных стрелков есть и другие инструменты да для того чтобы без потерь проводить бои так теперь мы делаем следующее только дерево нам сейчас уже все равно не нужно замок построить нужно отлично а вот знаний нам не хватает да мы правда еще только начали качаться поэтому все будет хорошо я в этом даже не сомневаюсь так компьютер пока нас как-то избегает то есть кругом он есть а вот к нам он не лезет ну расстраиваться на этот счет мне кажется излишне так ну и что вот с такой армией которая у нас сейчас есть по факту я отправляюсь в поход а и овация остается на хозяйстве так замок есть големы матросы да так пятый день давайте я еще башню морей построю какие стрелки все таки будут конечно маловато но ничего страшного так совсем маленький отряд слабенький меня не опа что-то как к эвацию прям присоединяются все на раз два ну давайте возьмем так сказать не лишние сатиры да существа третьего уровня такие неплохие ловители отказываться сейчас так логистика это нам нравится отказываться от существ третьего уровня зачем мы примем в свои распростерты объятия так а вот и синий дает молодец да ну ладно отказываться от замка зачем же нам это делать а что-то у нас он у него какой-то не обстроенный я так понимаю что замок родовой третья неделя заканчивается а у него тут даже лучников нет если честно очень странно может он кто-то прессовал очень жесткий или что понять не могу не могу понять почему замок такой пустой так давайте пойдем соберем ресурсы дорогие может еще денежки какие-нибудь лежат да а мы делаем ход угу Максис пришел с претензией на то что замок как бы его ну да ну очень странно конечно это что-то очень странное скорее так опа бездонная сумма золото на сколько на 750 монеты чудно просто чудно здесь мы нанимаем 50 и хорошо со специальностью как вы догадались конечно не тучи нимх в отряде конечно же не так что мы делаем пассиопе ну нам надо наверное взять еще дни земля и и и и и исчезает с этим прям я если честно в тупике вот с этим замком почему он такой не обустроенный ладно с другой стороны не обустроенный не обустроенный не обустроенный не наша проблема нанимаем нингуса чтобы здесь забрать ресурс деньги еще лежат прям конечно тупик какой-то почему Сиди ничего здесь не собрал не сделал но с другой стороны не собрал и не собрал что нам расстраиваться сходим сначала на север посмотрим как тут дела здесь у нас еще у нас 200% это стоит 200% да любопытно конечно очень любопытная история ладно не будем переживать за оппонента возьмем зажатку карту так и здесь что ну давайте пойдемте дальше эльфов трогать не будем тоже тоже не синего да городочек замкнули куда-то запрятался а вот мы замкнули круг да то есть вот мы вышли уже известным нам местам пошел пойдемте дальше пойдемте дальше пойдемте дальше да да днем дело мне вот интересно у меня прям один вопрос ну то есть он вообще так не собирал очевидно и невероятно ну не собирал и не собирал мы строим форт миксер нет стоп мы строим капитолий прежде всего а потом уже все остальное я тут как-то забыл не так ревон никакой армии очередной оппонент уходит так минус продолжает развиваться и давайте мы даргемом передадим артефакты осиопе и она у нас будет все-таки основным героем нет я так решил мы будем терять голову да уж нападать на всех подряд арне у нас конечно есть но не сказать что прям огромная гигантская оппоненты оппоненты могут суетятся в принципе карта средняя да 4 оппонента вот наши два замка логично предположить что где-то вот здесь и вот здесь будет еще два замка может мы давайте попробуем так сказать наврянуть ага вот нимбус так а здесь у нас понятно ни о чем ага вот такой армии какой-то более-менее внятный так ну миксов мы строим в любом случае и нам надо нанимать войска думаю что выбивать вот такой опрятать замка да из города где вы выстроим замок это удовольствие посмотрим что будет делать в этой ситуации так ну да делаем курс так ну а вот на такое количество войск то я не буду нападать смотрится это все более чем убедительно так некромант даром времени не терял но это неплохо да уж совсем какая-то печаль тоска так книги у него нет это ясно так здесь пробился давайте возьмем пикинеров да которые помогут нам в отражении агрессии так ничего интересного нет на все так чтобы строить то надо наверно что-то или нам надо армия прежде всего да будет купить в начале недели давайте да они будут распылять не безграничные финансовые ресурсы а вот меня и догнали нет не хочу отступать да такая армия неплохая неплохая давайте хотя бы подороже продадим свою жизнь а в чтобы у а и и у Так, что бы нам сделать-то? Давайте благословим наш оператор, кто стреляет чуть-чуть посильнее. Летим. Здесь понятно, что мы не жильцы, я вам скажу. Это все ясно. Так, ладно. Забираем дракона. Давайте по рысику побьем. Плича. Да, и армии-то нам не хватило. Не сказать, что бы чуть-чуть, но не хватило магии, знаний, наличия знаний. Так, давайте-ка я выкуплю эту армию, хочется мне сохранить пиратов. Да. Хочется мне сохранить пиратов. Ну вот так, вот так красный нам показал, что ты, конечно, молодец, чувак, но ты взорвался. 21 пират. Да. Давайте наймем. Так. Давайте наймем. Угу. Красный показал. Что? Ну. Ну. Не самый-то главный парень на районе, да? Так. Ну ладно. Тогда же интереснее. Эвуация. Пойдемте накажем големов. за то, что они есть. Ну и знаний нам, конечно, катастрофически не хватает. Прям. Прям вообще не хватает. Подведем наших корсаров, чтобы стрелять поэффективнее. Угу. 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 Ну тут. Тут все было просто. Так. Интеллект нам дает экспертный. Знания давать не хотят ни в какую. Ну ничего страшного. С интеллектом у нас уже 40. Да? Запас ман. Это неплохо. Так. На следующий ход наймем сразу побольше. Кассиопия идет. Вот сюда. Да. И делаем ход. Чем мы в наши планы то плохо вписывался. Но почти все были куплены про вот этих птичек. Угу. 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 Прям. Ум. 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 Прям вот, да? Все не очень-то и хорошо. Угу. Как говорится. Да. Надо быть готовым к любым раскладам. Угу. И у вас идет замок. Пополнить. Дороги нам надо. Зато у нас есть вот еще. Корпки С мы можем нанять. Тоже. Чтобы увеличить. И построим. Змеи ему. В то же время. Может быть все это и лучше. Так. Удивительно, что на этот замок. Угу. Никто еще. Наймем, да? На следующий день. Наймем. Хе-хе-хе. Копейчиков. Нанял. Ой. Так. Ладно. Давайте. Пропустим вход. Красный. Сандро, да? Был герой, который нас так... Некрасиво к нам поступил. Запомним его. Запомним. Так. Кто у нас здесь? Собовато, конечно. Ну, что делать? Ладно. Строим. Змеев. Змеев. Как раз мы в замке давайте оставим. Так же, как вот этих ребят. А вот это заберем с собой. Войско, да? Да. Вот. Ну, пойдемте к рыцарному замку. Да? Еще там если красный здесь, то... Привет. То коричневый должен быть вот здесь. Давайте посмотрим, как у него дела. Насколько он готов к тому, что к нему могут прийти. Бусти. Так. Куда б тебя-то отправить? Даже не знаю. Ну, иди на север, что ли. Здесь у нас толку точно нет. Ну, и здесь у нас такая зомбер-команда по охране замка. Так. Да. И змея, конечно. Конечно. И змея. Вот так. Ну, и солидно. Со змеей вообще по-другому все смотрится. Отличный седьмой. Конечно, улучшенный аспект это вообще имба. Ну, имба не имба, я так, конечно, загнул. Но в то же время. Компьютер оживился, да? Сейчас стал цедевести более активно. Так. Адель. Нужна-то мне барышня? Наверное, нет, не буду тратить митя время. Так. Греконы. Быстрые они. Тоже да, с ними так прям запросто. Вот. Вот. Ага. Вот и Сорша. Рядом с замком рыцарном. И отстоять его я не смогу. Так. А здесь мы давайте вот тут спрячемся и попробуем взять вот тут палатку. Да? Так. Ну, тут все придели. Здесь все заняты чем положено. Иону. Ну, ни о чем. Иона. Вабрика боевой имени китайниру. Мы не думаем вот эту вот штучку. Взять машину бесконечную подводу боеприпасов. Это нам надо. нашим пиратам с огромным количеством боезапасов, да, вот мы прорвались к ручнику, он мне пригодится, не знаю какая палатка коричневая, где-то нам может встретиться, да, видите, как тут запрятано, мало ли еще компьютер не собрал, всякая же палатка. Ну, тратить деньги, если честно, мне не хочется совершенно, пусть забирает замок, если он ей так нужен, но мы переживем. Так, вот в родном замке мы построим хранилище ресурсов, чтобы нам шла север. Враг бежал, напал на нас, да, на Нимуса, и он отбил мурашенскую атаку, а вот это да. Давайте мы подеремся сами, что-то интересно, как там Нимус вот с этим супервойском что-то отбивал. 2-1-2-3, ну, тут да, тут серьезно все очень. Тут все очень серьезно. Давайте закроем наших стрелков. И сосредоточим войска все в одном месте, да, чтобы окучивать того же Грифона, который к нам прилетит, без сомнения. Вон. Так. Ну, да, инструментов для взятия замка. Магия. Магия есть, да, у нас, оппонента. О, ой, ой, ой. Пошел лебить. О, вот. Семья. Занимаем выжидательную позицию. Занимаем выжидательную позицию. Ну, да. Ну, все, магия кончилась. Мы еще и замки стояли. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Ну, и хорошо. Ну и приятно. Что? Почему нет? раз победа была одержана даже возьмем по месяце даже нам чуть денежек пошло этого героя да а где-то я видел вроде кто-то занялся вот как у него артефакта нет ультиматного так ну ладно занялся если ты занялся не будем мешать человек давай так все к нам приглашаем вас пожалуйста все на этом все расходимся так пятый день нам нужно найти для опыта было вот и замок а вот и замок с отсутствующей обороны так хорошо нам нужно сейчас как-то все красивые делать так и тут мы дострелим вот так и тут мы вот так все сделаем и знание нам в конце концов дают хорошо знание это радостно да в нашей ситуации это уже 60 маны а не 40 учитывая магический характер нашего героя но тут я думаю какие-то пояснения излишне так хорошо что у нас здесь саня чё 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 ну-ка 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 да тут все понятно пока никто у нас даже не покушается на этот замок но если придет соша то конечно мы уже его не отстоим хотя если построить здесь собственно сам замок нанять войска вот эти это будет не так просто давайте мы так и сделаем что отдавать за дарма курицу несущие золотые яйца не такие уж и золотые но но какие есть замок брать уже не так интересно да это уже больше затрата времени и войск нужно потратить особенно войск так ну что что мы делаем значит итак из четырех основных замков да которые были при старте евре мы заняли 3 что не может не радовать делать вот посмотрим что наши оппоненты губят как они себя поведут так ну здесь бы нам тоже нужен разведчик разведчик да который бы помог обследовать территорию у нас есть барышня такая у меня каких только нет уже так ну что делаем еще вот седьмой день забираем серу поэтому нам точно пригодится так эвуациям что делаем седьмой день это хорошо это приятно да вот все мы пойдем получим первым и заберем замку который почему то без защиты любопытно идет исследование смотрите идеальный да первый уровень заклинаний стрелка божесловение замедление ускорение каменной кожи просто конечно идеально почему не это эту красоту никто не охраняет хороший вопрос так а вот коричневые врата сейчас мы там получим себе артефакт таза у mel soient как лезис сни не оперировали психанул glaube видимо лоэн my леонт был поставлен смотрит ст замок упустил вы Дальше вы увидели, что произошло Да, так Ну что, друзья, предлагаю на этом Трогательном моменте прерваться И продолжить Уже в следующей серии В общем-то, на карте мы укрепились Неплохо Компьютера, конечно, много Герои везде Мы даже Наш основной герой у вас Терпел поражение Боюсь нехромантами Занимательное было зрелище Поучительное во многом Но это был мой выбор, вот этот поход его Я должен признать успешным Он отжал несколько замков Несмотря на то поражение Он приполаженный нехромант Ушел с большей чем Приличной частью пиратов Которые для нас все-таки основной юнит Да, сейчас Поэтому Первая часть Прохождения сценария Турб Удалась Надеюсь, вам тоже понравилась она Как и мне Спасибо, что смотрели это видео Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал С вами был Антиквар До скорой встречи В следующих Видео Счастливо Продолжение следует...